Здравствуйте, наши дорогие любители приключений и путешествий! Прошло две недели самоизоляции. Сегодня мы первый день вышли на улицу, чтобы поснимать видосики. И мы начинаем! Погнали! А начинаем мы с того, что мы пришли за Дастером. Здравствуй, Дастер. Привет, наш малыш! В каком-то здесь состоянии? Ты что такой грязный? Слушай, мне почему-то казалось, что когда мы уезжали, мы его помыли. Саш, долго там еще? Докладываю обстановку по Дастеру. Сняли аккумулятор, я его поставил на зарядку, а он не заряжается, заряд не идет. Пришел мой сосед по гаражу Павел с тестером, мы замерили напряжение, показывает 12 вольт. Он говорит, он показывает, что аккумулятор заряжен. Он не замкнул, не осыпался. Говорит, показываешь, что он заряжен. Говорит, давай попробуем поставим и попробуем завести, что мы сейчас и сделаем. Но это было очень удивительно, на самом деле. Интересно. Интересно, интересно. Итак, тот самый момент. Давай, Дастер, мы в тебя верим. Пуск! Пуск! У-ху! Мы завелись! Ура! Полтора года стояла машина, и вот так просто. Мы потратили всего час, хотя думали, сейчас на полдня здесь застрянем в гараже. Накачали колеса и немножечко подзарядили аккумулятор. Точнее, он даже был заряжен. Все, машина готова, можно ехать. Что с тобой случилось? Будешь есть. Костя, ну когда посмотри, будет? Подожди, аккуратно. Приехали мы на птичий рынок, но птичью называется не потому, что здесь продают птиц. Просто здесь продают всякое барахло, но и также здесь есть овощи и фрукты. А раньше здесь продавали попугаев, поэтому называется птичьим. И сейчас вообще не продают здесь животных? Нет, продают только на той стороне через кольцо. То есть, как бы, на одной стороне дороги животных продают, а на другой стороне животных и барахло, а здесь овощи и фрукты. Как-то прям пусто совсем. Приехали за овощами. Даша где-то нарыла объявление, что Воронежский зоопарк терпит бедствия и нужна помощь животным в виде корма. Либо кто-то может взять животных домой. Мы решили помочь овощами. Что ты даже будешь брать животным? Нам, кстати, продиктовали список, что можно брать. То есть, мы сами не от балды берем. Морковку берем. Сказали, больше всего привозят яблок. А мы привезем что-нибудь другое. Вот эту мы собачку встретили. Смотрите, Воронеже тоже такая же тема, как вот и в Грузии. У нее стоит бирка в ухе. Это значит, что собака стерилизованная и обработанная. Вот она. Красотка. И даже подкармливают здесь. Вторая наша покупка на сегодня – это ведро с семечек. Жениха нет? 140 ведро. Давайте. Ведро? Да. Александр Пилот, правильно? Да. Александр Пилот, подальше. Здравствуйте, вы попали к нам на видео. А мы как раз снимаем ведос. Вы сегодня первый день, мы наружаем. Две недели я сам на изоляцию. Долгос, пожалуйста. Спасибо. Все, давай. Пока. Ого. Может, ты чуть-чуть поделишься? Да, у них тут вообще много еды. Ладно, пошли. Ай, у меня чуть по голове. Голову не отрубил своим крылом. Последний раз Саша был за рулем, когда мы были в Дубае. Мы брали машину. Автомат. У нас машина не автомат, Саш. Как ты вообще себя ощущаешь? Все-таки полтора года ты не был за рулем. Такое ощущение, что каждый день ездил. Даже не почувствовал. Вообще, я думал, прям сейчас тоже сяду. Отвык, наверное, уже как-то надо ориентироваться. Вообще, нет такого чувства. Вот прям еду, как будто только вчера из руля вылез. Наверное, это уже у меня в крови. Как будто мы не уезжали никуда, да? Совершенно верно. Не, насчет ощущения присутствия в городе. Ну, вот скажу так. Так вот, первые дни, когда приехали, тихо, тихо, прям дома тишина такая. Воздух прохладный. Мы думали, что у нас что-то со слухом случилось. Да. Как-то вот прям... Аж давило. Свежо на улице. Есть прям разница. Потом, после течения двух недель, я почувствовал все-таки какое-то волнение, что, ну, а вдруг мы больше никуда не уедем. Вот это, я начал волноваться. Ну, а так в городе, конечно, есть такое ощущение, что давно не были. Ну, не особо, но, конечно, есть. Есть, ну, так ездишь, вроде ничего не забыл, ориентируешься. Ну, интересно просто, да, что-то посмотреть, как-то, почему-то что-то изменилось. Ну, это, я думаю, ненадолго. Обычно такие ощущения на три дня, а потом уже, как будто действительно никуда я не вышел. Глянь, даже у нас как-то прям город даже преобразился, смотри. Красиво, да? Да. Аккуратно, чисто. Вообще. Не город, а сказка. Город сказка, город мечта. Попадали его сети, пропадаешь навсегда. Мы сейчас проезжаем новостройки. Раньше здесь был сад яблок. Потом его вырубили и понастроили дома. Раньше мы здесь могли кататься на велосипеде, прям выехать на природу, так сказать. Сейчас здесь вот одни дома. Сегодня мы проводим маленькую экскурсию по городу Воронежу. Сейчас мы проезжаем военный городок. Вот такие вот желтые домики с красными крышами. Они строились для семей военнослужащих. А потому что многие едут из Москвы и первым делом проезжает вот этот военный городок. И здесь дома такие яркие, с красными крышами. Лайфхак от пилотов, как помыть машину за 100 рублей. Всего 2 жена за по 50 рублей. Ты будешь показывать. Покажи. Обычно у Саши это получается. Сегодня буду машину мыть я. Я не знаю, получится ли у меня это сделать. Я справилась! Ура! Попробую машину за 100 рублей! Наверное здесь, да? Угу. Так, собираем покупочки. Заход в зоопарк с черного входа. С 27 марта не работает зоопарк. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы принесли корм животным. Великолепно. Вам передаем, да? Да. Еще такой вопрос, скажите, много людей приходит? Вчера 96 было. 96 человек приходило? Да. Видите, какие у нас воронежцы, сознательные люди. Ну, у нас народ всегда болен. Не дадим животным погибнуть. Так. Все, Иван. До свидания. 96 человек вчера приходило. А сегодня сколько? Скажите, а сколько сегодня пришло? А, спасибо. Человек 20. 20-25. Нет, тут даже есть. Приехали. Шаурма. Мы пришли в нашу любимую шаурму. Надо идти в адрес. Да. Ничего себе! Вот это, да. Вот это кусочек мяса. Вейн и В? В. Ленинский проспект, 156 В. Теперь все будут знать адрес. Даже пока мы стоим, глянь, очередь становится. Все больше и больше. Вообще. Очень популярное место. Рекомендуем. Ну, кстати, мы же полтора года здесь не ели шаурму. Может быть, она испортилась. Так что надо сейчас взять и продегустировать. Ну, размерчик тот же остался. Так, что дегустируем? Машину, может быть. Но я уже умею теку за ним. Тот самый вкус вот сверху пока не очень плотно забитым. Будем смотреть, чтобы дальше. У него вкус хороший. Мы уже съели по половине шаурмы и обнаружили минус. Все-таки не такая набитая, да, как обычно раньше она была. Всяка пустая, не помню. Пустовата, да, она как-то меньше. Раньше она прямо такая была большая, плотная. Как она вкусила, она уже откусывается. Такая сотня. Не, она сочная эта, но она пустовата. Вот не то уже, конечно. Но все равно, если вам захочется шаурмой, вы как раз будете приезжать. Мимо Воронежа заедете вот туда на Астужевское кольцо. Все-таки эту знаменитую шаурму попробуйте. Может быть, вам повезет больше. Но вот просто мы за качество все время здесь едим. И ничего ни разу не было. Ту-тву-тву. Так что, welcome. Мы зашли в один из торговых центров. И я вам скажу прям, какая радость. Тут пахнет духами. И прям, какой-то прям цивилизацией чувствуется, что можно походить. Магазины все открыты, даже не верятся вообще. Мы вот, живя в Индии последние два месяца, только мечтали, чтобы вот так вот пройтись по магазину, где можно все купить. И вот, наконец, наконец-то цивилизация. Нет, ну, конечно, по сравнению с Индией, по крайней мере, в Воронеже ощущается больше свободы. Нет вот этого, какого-то ужаса с этим, с коронавирусом. Меньше людей в масках ходит. Знаю, хорошо это или плохо, но мне это нравится определенно. Но все равно, смотри, некоторые магазины закрыты, либо они только еще открываются, непонятно. И в магазин обязательно в масках. Пришли мы в магазин М-Видео. Здесь, смотрите, какая штучка для обработки рук есть. Еще есть маска для клиентов одноразовая. Вот это сервис. Руки моды люди обрабатываемые. Походим мимо. Дальше еще иди. Почему шутишь? Можете обрабатывать. Там еще и маски. Что-то какую-то они налили штуку, что она очень жирная. На руках, как будто, такое ощущение, что сейчас курицу в руках вот так подержал. Кошмар. Слушай, блин. Протухшую, причем такую склизкую. Ты знаешь, по рукам разназовываю так. Мне это не нравится, что это дело. А вот так выглядят общепиты в торговом центре. Никогошеньки нет. Он не работает. В Воронеже проводятся свадьбы. Как собрание больше 10 человек разрешены. Наконец-то. Наконец-то. Сколько лет, сколько зим. Братюни. Никакой дистанции. Ленчик, привет. Ир, привет. Привет. А застеснялся? Нет. Мы едем друзьям на дачу и решили им сделать сюрприз подлететь сначала к ним на дроне. Напомнить о нас заранее. Вот он. Привет. Здрасте, здрасте. Прям передом, да? Прям в песок. Привет. Привет. Я ваша мужчина. Здравствуй, Сава, глянь. Здравствуй. Ты Санек. А ты, глянь, как я, прям тоже сюда. Ой, Глаз. Я Женька. Блин, только иди. Бля, так меня так не встречал. Брат не встречал. Игорек, а ты видишь, как рад меня видеть. Вот кто еще нас встречает. Настя, на, тебе подарок. Что надо сказать? У нас еще для тебя есть подарок. Ну, это, наверное, Женьке надо давать. Настя не разберется. Я не знаю, вынимать эти кубики, чтобы мышка сверху не упала. Сможет такое играть? Ну, типа, как эта баррикада. Это вы всеми вместе будете играть, Женька. Надо показать, да, надо показать. Да, будешь? Будешь, Игорек, играть? Да, конечно, пойдемте по столу. Первым делом Игорек меня посадил на качели. Игорь, ты их сам их сделать докупил? Да, сам. Че-то ты меня слабо раскачал. Не-не-не, я шучал. Ты, ну, что, камера из рук вылетит? Я вместе с качалом. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Привет! А ты подро, 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 подро. А ты что-то похудел, пока по Индии скакал. Ха-ха-ха. Так, это наш воронежский, наверное, рецепт. Грибы на решеточке. Кто-то еще делает у себя так в городах? Выглядит бомбически. Так, а это у нас что, Игорек? Воронежский рецепт. Это баклажаны с красным перцем, да? Рюфелями. Это тоже будет запекаться на гриле? Да, тоже будет, да. Сейчас Валик не печет, будет бомба. Ваше здоровье, всего хорошего. Хорошо, что приезжал. Ждем новых путешествий. Ура! Болото. Ну, не пускай, вода, если сам не зайдет, не надо. Бросик, брось. Он не хочет. Он, он хочет. Он прикольно, ты трясись. Давай, трясись. Он просто его тянет на дно, в нем много воды получается. Игорек, как экскурсовод, все рассказывает. Что здесь-то, Игорек, растет, рассказывает? Ну, я видел, получается. Действительно. У нас тут в одном дачном кооперативе дача у всех родственников Сашиных. Мы сошли на соседнюю дачу. Привет! Здравствуйте! Здрасте, Дашенька, привет! Привет, мое солнце! Господи, индусочки! Вся худенькая, вся стройненькая. Так. Не снимай меня, Люда, Лиа! Тетя Люда, на даче. Тетя Люда. Как вы? Мы хорошо. Хорошо. Убираем. Все хорошо. Вы завтра придете к маме? Да нет, я на даче буду, Саша. И понедельник. Это хорошо, что мы зашли. Да. А то бы мы не увидели завтра. Хорошо, вы уже уезжаете куда? Не, ну, я хотел представить всех своим подписчикам, всех всю свою родню. Ну, вот так. Вот это тетя Люда. Это мама моего брата Стаса. Мы покидаем дачу. Сейчас нормально видно. Говорим до свидания нашему любимому соседу Игорьку. Благодарим за его теплый прием. Он был искренне рад. Наверное, больше всех был рад Игорьок, и Женька. Спасибо вам. Если что, знаете, где нас искать. Мы всегда тут. Да. На даче? Да, на даче. Все, пока. Пока. Мне мой друг Апу прислал вот такое вот сообщение. Я вот его перевожу тут через специальное приложение на русский. Чинаи регистрирует тысячи новых случаев COVID-19 в день. Дорогие друзья, мы продолжаем свои приключения по нашему району. Мы ходим от гостей к гостям, но, к сожалению, наши друзья не особо хотят сниматься в наших вложиках. Вот сейчас пойдем к моей маме, и я думаю, там мы будем уже на своей территории, и нам удастся снять хорошее видео. И сегодня мы как гриминские музыканты. Мы с тобой взяли гитару, у меня вот штатив через плечо, за спиной рюкзак, у Даши посуда, кастрюли, и мусор мы решили вынести. Вот, скажите, сколько нас голубей. Вот наша мусорка, а то давно мы вам мусорки не показывали, вы, наверное, уже заскучали, а то мы вам показывали только индийские мусорки. Вот она, воронежская, красивая, пахучая. А еще сегодня первый день, когда очень тепло, градусов 27 точно на улице есть, в джинсах жарко уже. Я в рубашке сегодня, представляете, как женишило. Жених. Офиг, красотулечка. Я прям давно уже рубашечку не одевал, а сейчас прям, глянь, нарядился, еще с деталью, как бременский музыкант. Я не боюсь никого, ничего. Обстановочка на улицах Воронежа, выходной день. Смотрите, никого нет, не то, что в Индии. А самое главное, посмотрите, как чисто. Вообще, бумажечки даже не встретишь. Чистота, тишина. А воздух какой. Вообще, вот все-таки в России есть плюсы проживания. Подходим мы уже к дому моей мамы. Обратите внимание, какие российские дворы у нас. Машины разместили, все полисадники. Вообще, ведь двор превратился в какой-то чисто деревенский. Кошмар какой-то вообще. И да, и дорога, где должны проезжать машины тоже. Посмотрите, на что похоже. Ох, сколько лет, сколько зим. Да какие дворушки полетели. Ну, давайте, походите. Да, это уже, надо сказать, официальная встреча. Давайте, мои кошечки, мои такие, мальчики мои такие. И девочки. Здравствуйте, тетина, это моя крестная. Ой, Соль, ты весь похудел. Ты что не кормишь, мальчики? Тетяна, такой же вопрос к вам. Я тоже к старости приеду. Мы не передали, он делился со мной, приходилось им отдавать мне всю еду. Какой старый. Я никогда не знала, что ты столько ешь. Такая легенда. Вот эта хода худая. Да, ты почему худая? Здравствуйте. Как на озоне дверь открывается, она открыта на себя. Заходите, заходите, гости дорогие. Вова, здравствуй. Вова. Саша. Приятно. Достаточно мы, конечно, уже знакомы. И давно. Привет, здравствуйте. Так, Вова, это жених моей сестры Натальи. Наташа, моя двоюродная сестра. А это бабушка Таня, глава семейства. Бабушка. Так, лицо такое, повесенье. Давай, давай, ты же меня дождалась. Да, уснял. Давай, отдышись. Понимаешь, я когда уезжал, я тебе обещал, что мы бухнем, когда я приеду. Помнишь? Этот день настал. Ты готова сегодня бухнуть? Денис. Я бы аж ради тебя полгода не пил, ждал этого дня. Заранее готовился. И я ждала. Ну, напьемся, А песню петь будем? Конечно. А врезать. Все. Я просто еще визу. Все. Ну, давай, отдышись туда, заходи. Ну, давай, обнимемся с тобой, отцов. Мы же не виделись с тобой, сколько лет, сколько зим. Давай, ставим вот сюда. Водички налить. Чайочки налить. Ну, тебе налить. Давай, Наташа, занимайся делами. С бабушкой мы виделись только с балкона. Я ей ручкой махала. Сегодня у нас такая встреча, более близкая. Ну, мы приехали. Мам, что это у нас за салаты? Расскажешь вкратце, по-быстрому. Прям вот так. Это то, то, все это. Это огурцы, помидоры. Это называется гнездо. Тут должны быть маленькие перепеленные яйца, но без них обойдемся. Это салат из морепродуктов. Это жареные грибы. Это салат с фасоли с красной. Это рыба в кляре. Это, а, это что, курица? Курица? А, это что? Вот это что? Вот рыба в кляре. Нет, это не рыба в кляре. Это блинчики. Это, ну, что-то там завернутое в овощи. Ну, ладно, давайте походу разберемся. Столько минут, что мама уже забыла, что там. И еще здесь вот на тарелке голубцы и котлеты. Это еще отдельно. Нам набрали воздухо в розы. Так, ребята, за вас, за моих самых лучших пилотов, за самый лучший экипаж, за моих детей, за возвращение домой, за возвращение на родину, за сказочный перелет, о котором можно было только мечтать, за мягкую посадку, за вас таких чудесных-речудесных. За вас, ребята. Ура! Ура, мои дорогие. Мы вас очень долго ждали. Баш, вот, видишь, настал, настал тот день. И наконец мы вода. Вот, Баш, только ради тебя вот полгода не пили. Обещали. Вот, приходится вот... Ну и ничего. Ну, по одной рюмочке, да? И мы тоже так же. Все. Гавели, гавели. Все, вперед на танке. Ура! Давайте, ребята, за вас. Мы решили позвонить Апу. Зита под кровать зашла. Вот она, Зита. У Апу живет. Вот, Зита, Зита. Здравствуйте, Зита. Ой, ты красавица наша. Как она вас провожала? Да, да. Это муж, деды? Как же обижались? Не бегите. Моя мазер. Что я сделаю? Моя сестра. Наталья. Да мы же знакомы. Моя брата. Привет, как ты? Вот скажете, все бородатые тут у вас в России. Скажи ему спасибо, что помогал нашим. Скажи thank you, Апу. Привет. Привет, привет, моя папочка. Спасибо, что помогал моему внучку и внучке. Спасибо. Скажи, спасибо. 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 Мам, давай выпьем за тебя, за то, что ты меня все это время ждала, поддерживала любую ситуацию, трудно и не очень, верила в меня, ждала меня, каждый день мы с тобой созванивались. Я к тебе как на исповедь, каждый день, все тебе расскажу, весь день, где мы были, что было, что случилось, а ты всегда мне говорила, правильно, правильно, все, все, молодец, так и делай, так и делай. Вот главное, когда есть надежда моя и опора, вторая после Бога. Подделывай. Все время делала вид, что я не боюсь, да? Все время делала вид. Ура! Здорово! Здорово! Пора-пора-порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляху, о судьбе не расшепнем мы силам. Так давайте выпьем за наш клуб кинопотешественников, за наших подписчиков, за наших зрителей. Когда нас много, вы не одни. Я всегда спокойна, потому что, если что, я всегда знаю, что мне есть на кого положиться. Хочу передать огромный привет всем воронежцам. Ребята молодцы, все активные. Гала-гала, космос. Я не буду всех называть, но я знаю, что вас очень много. Спасибо Илхому, его семье, маме, папе, тетям, дядям, братьям, сестрам. Спасибо за то, что дали кровь, пищу нашим ребятам. За то, что дали им обрасти жирком, отдохнуть. Большое вам огромное спасибо. Спасибо Тимуру Красавчику, его родителям Дамиру, Татьяне, его деткам, детке, у него мальчик. Его жене огромное вам спасибо за... Наши ребята очень долго вас гостили, но получилось так, как получилось. Спасибо вам большое. Спасибо девчатам из Турции, Ася и Таня. Девочки, огромное вам спасибо за то, что также приютюли ребят, пригласили в гости. Также ходили в гости, съемки были очень красивые. Спасибо вам большое. Спасибо Риточке Пузыревой, Новосибирск. Огромное, Риточка, тебе спасибо. Ксения, привет тебе. Мужу привет. Огромное вам спасибо. Спасибо Армену, спасибо. Огромное спасибо. Тоже за приют, за то, что пригласил гостя, за то, что делился кровой, пищей. Спасибо тебе огромное. Спасибо Азербайджан, спасибо вам. Девочки, Инна, Инна и подружки. Вы нам показали чудо света, которое вообще... Я даже не подозревала, что такое есть на свете. Я говорю о вулкане, грязевом вулкане. Это, конечно, вообще зрелище от Волбашки. Спасибо ребятам, которые показали. Ребята с собаками были. Это где были? Валера. Валера с девочкой. Киргизия. Киргизия, тоже Киргизия. Показали нам лагерь погибших альпинистов. Не лагерь, а кладбище погибших альпинистов. Спасибо вам большое. Спасибо комментаторам. Спасибо Тоне. Тоне всегда пишет такие подробные комментарии. Он все описывает, все подробно дает какие-то советы, описания. Спасибо тебе, Тоне, огромное. Ты с нами очень давно. Спасибо Андрей Прокопьев, пишет тоже давно. Женя Ван, тоже пишет давно. Вот. Ну и спасибо недругам тоже. Спасибо вам, потому что без вас не было бы и канала. Вы тоже там смотрите, какие-то там даете нам свои советы. Спасибо. Спасибо за все. Ну что я еще хочу сказать. Клуб наш множится. Люди прибывают. Спасибо вам большое за это. Вот. Спасибо за помощь. Когда вы помогаете моим ребятам, я сплю спокойно, конечно. Вот этот вот карантин я пережила спокойно, благодаря всем вам. Большое вам спасибо. Все. Друзья. Отлично. Ура. Ура. Еще раз. Ура. Вот хотела одну рюмочку, а уже вторую. Давай, Даша. Нашу, давай. Давай. Не снимай меня, или удали, а. Не снимай меня, или я тебя вырублю, а. Ты слышал? На каждом этаже будешь петь новую песню? Хотите такого соседа, как Александр Пилот? Он будет вам ночью песни петь под дверью. На песни опять он мне приносил. Твои подруги пишут, не это я. Больших выраз украшенных конвертов. Что ты полгода уже не моя. И замуж вошла осенью, наверное. Дрожит рука же моя. Холодный пеленый, глаза покрытый. Никто не знает, как грустить садом. Обманутой девчонкой, лабайдой. Редактор субтитров М.Лосева